Всем привет! Мы с вами в районе станции Лазаревская. Опа-на! Тут ни пройти, ни проехать. Гости приехали. Восемь утра. Только что приехал поезд. Соответственно, в Лазаревском пробке. Ну, здесь, в районе вокзала. Сами понимаете. Сейчас вот то, что вы наблюдали гостей, это самые ответственные, которые вот пошли, поносили свои чемоданы по надземному пешеходному переходу. Все остальные, конечно же, прямо через дорогу. В большинстве своем причем. Поэтому пробки в Лазаревском. Наша любимая станция. Народ прибывает в Сочи. Так же и бывает, я вам скажу. А мы пойдем какой-нибудь поезд встретим. Скоро там должен прибыть. Сейчас пока гости с Челябинска, судя по всему. В Челябинске прибыл. Все, пойдемте. Тут прохода нет. Он на Челябинске стоит. Нам нужно будет выбраться, точнее, забраться на станцию через другой вход. Вот, смотрите, показываю вам. Это знаменитый переход через две сплошные. Ну, соответственно, пробка. Маленький фрагментик. И так ходят, в принципе, да практически все. Ладно, теперь точно на станцию. Все, все, Амиритинский курорт прибыло. Как вы знаете, вход у нас с этой стороны, здесь камера хранения, выход вот как раз через центральный. Ну, поближе к центральному. Есть у нас автоматические камеры хранения для тех, кто хочет оставить свои вещи и пойти самостоятельно поискать, допустим, жилье. Тут лишенный права посещать станцию Лазовская. Ну, в надежде, что кто-нибудь ему передаст что-нибудь заточить. Обратите внимание, как цикадят цикады. Но именно поэтому у вас они остаются в памяти. И часто спрашиваете. Все, электричка уходит. Все, должен какой-то прибыть, судя по расписанию. Мы пойдем поздороваемся с адмиралом. Адмиралом, хотел сказать. Вот, пойдем. А, так у нас еще Москва прибывает сейчас на первый путь. Это мы удачно зашли. Вопрос, когда? Дождусь ли я его? О, да не, он через 30 минут должен прибывать еще. Не так рано-то. Вот, пожалуйста, адмирал. Михаил Петрович. Семенец. Который нам турбину все никак не доставит. Поехал в Сочи. А вот вагонтики Уфа-Андр. Я не знаю, наверное, это и есть Челябинский поезд. Нет, Челябинск. Чего-то я не поймаю. Нет, все-таки это Уфа. И милиционерский курорт стоит поезд. А Челябинск должен быть напротив. 8.21. То ли сместилось все, то ли я, может, что-нибудь неправильно с расписанием. Бог его знает. Вот что значит, давно на поездах не ездил. Пойдемте, пока никто не прибыл. Послушаем цикаты, посмотрим на списание электричек. Показательный поезд на 4.5. Это в обратном, то есть к нам из Адлера, а это те, которые поезда идут из Пуапсе в Адлера. В аэропорт крайняя электричка 20.37. А прибытие с аэропорта 23.13. А Челябинске только прибывает. Это у Финска стоит, ребята. Он, правда, приедет на второй путь, поэтому мы с вами не заметим, какое количество народа будет. Но зато, возможно, заметим, как он будет приезжать. С утреца. В основном все поезда приходят с утра пораньше. Заметил я идеологическое умозаключение, когда меня разбереть тяжело. Сейчас, кстати, вот 8 часов 15 минут. Почему я не на море? Потому что занят тут. Мне сейчас надо быть в этом месте. Нет, я не встречаю никого, но нужно находиться мне здесь, короче. Это секретная информация. Вот. Так что, такие дела. Ну, что буду ждать какого-нибудь поезда очередного. Что сейчас так ходить в станцию, там уже вам показали, сколько народа стоит, ждет. Вот это все люди, которые стоят на перроне, это все те, кто едет дальше. Большая часть, конечно же, вышла в Лазовском. Я не говорю вам до свидания, надеюсь, что дождусь. Надеюсь, что дождусь в Челябинске, а может быть, даже и Московске придется ждать. Кто же его знает. Поезда находятся на третьем пути. Продолжается посадка на пассажирский поезд номер 559 Уфа Эмиритинский курорт, вокзал Олимпийский парк. Состав поезда находится на третьем пути. Нумерация вагонов с головы поезда. А вот и Челябинский летит на всех парах. Через 30 прибудет московский двухэтажный, но думаю, что я его уже не застану. Очень занят как бы воду. Ростов-Адлер в 25 вагон в 24 а вот один уже Челябинский. Скажу вам обидно, конечно, что я не на втором пути, но с другой стороны неизвестно, сколько он стоять будет. Вот это большая цикада, да? Время стоянки три минуты, поэтому возможно даже покажу вам сколько народа приехало на этом поезде в Лазаревское конкретно. Конечно, надо учесть тот факт, что народ равномерно распределится по перрону. Тут, конечно, центральный проход вот здесь к станции Лазаревское, выход будет здесь. Но кто-то из первых вагонов из ростовских вагонов выйдет где-то там, подальше. Мы их возможно не заметим. на общее представление у вас будет. Ждем, ждем, когда отъедет поезд и тогда включусь. Поезд номер 477 Челябинск отправляется со второго пути. Пути внимательный и осторожно. Практически не стоял. Челябинские суровые парни, они быстрые. приехали, вылезли с вокзала, подтолкнули состав, чтобы он ехал в Адлер, а сами на море. Вижу, встречают уже парень в санатории Аврора, табличку носит. Что-то объявили отправление, но не отправляется почему-то. Ждем уже, не буду выключать. Народ фотографируется здесь вот плакатика «Я люблю Латвийская». Кстати, обратил внимание, помните, я как-то вам сказал в одном из предыдущих роликов, что пальмы какие-то некрасивые. Так вот, некрасивых пальм не осталось. Осталась одна более-менее. Все остальные спилили. что даже немножечко грустно. С детства помню эти пальмочки какие-то были, как они тут росли. Можно сказать, так прямнее росли. А теперь осталась одна. Последняя из Магикан. На станции такая вот тишина и спокойствие, кроме цикад, конечно. Все уже разъехались, разбежались. Это же Терябинские, которые нетерпеливые. обошли состав. Многие сейчас он там между обходят состав с хвоста. Так как он все обещал отправиться, но никак не отправится. Нет, наверное, все-таки подождем, пока он поедет. А я сейчас подписчица разговаривал из Санкт-Петербурга они сейчас половинка отправляются. Приехали. На Петерском, естественно. А Челябинский тем временем решил отправиться. Продолжается посадка на пассажирский поезд номер 559 УПА А уфинцы такие упертые, никуда не спешат. Ну а сейчас посмотрим, сколько людей приехало у нас из Челябинска. Часть из них уже обошла. Часть обошла с хвоста поезда. Кто-то пошел с головы поезда. Ну вот, пожалуйста, Челябинск с элементами Ростова естественно бывает. Тут тоже вы же видели первые вагончики, они вообще были ростовские. Ну скажу я вам, что вот немало Челябинска сейчас приехало. Там интересно. Да, там тоже ой, подон. Пока еще стоят, наверное, еще состав не прошел. Ну а здесь вот такая вот ситуация. Так что всем доброе утро, привет из Лазарьского. Челябинсам особый привет. из Челябинска. А я, может быть, дождусь еще московского. Но если я его дождусь, то это будет двухэтажный московский, но это будет, как вы понимаете, совсем другой ролик. О всем прибывшем хорошего настроения и скорейшего отправления на море. Я понимаю, сейчас будут какие-то хлопоты определенные с заселением связанные. Но это все приятные хлопоты. Всем пока, всем доброе утро, привет из Лазарьского. От Уфы и Челябинска. Точнее, от Уфы и Челябинска особые приветы.